Книга первая. Древняя философия. Часть первая. Досократики. Глава первая. Возникновение греческой цивилизации. Глава первая. Алименты не доставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому. Но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию. Арифметикой кое-что из геометрии были уже у египтян и вавилонин, но по преимуществу в форме чисто эмпирических правил. Дедуктивное умозаключение из общих посылок — греческое нововведение. На место простых летописей они впервые поставили историю. Они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого-либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно научное понимание развития Греции, и такое исследование стоит затраченного времени. Философия начинается с Фалеса. К счастью, можно легко установить, когда он жил, так как Фалес предсказал затмение, происшедшее, согласно подсчетам астрономов, в 585 году до н.э. Философия и наука, они сперва не разделялись. Возникли таким образом в начале VI века. Что же происходило в Греции, в соседних странах, в предшествующий этому период? Об этом можно говорить только предположительно, но в наш век, благодаря археологии, у нас гораздо больше знаний, чем было у наших дедов. Искусство письма Было изобретено в Египте около четырех тысяч лет до нашей эры. В Вавилонии же не намного позднее. В каждой стране письменность начиналась с рисунков, изображающих предметы, о которых шла речь. Эти рисунки вскоре приобрели условный характер. Слова уже представлялись не рисунками, а идиограммами. Как это все еще имеет место в современном Китае. В течение тысячелетий эта громоздкая система развелась в алфавитную письменность. Цивилизация в Египте и Месопотамии обязана своим ранним развитием Нилу, Тигру и Ефрату, которые делали сельское хозяйство самым легким и производительным занятием. Она во многом сходна с цивилизацией, которую испанцы застали в Мексике и в Перу. Обожествляемый царь имел деспотическую власть. В Египте он владел всей землей. Царь имел особенно сокровенные отношения с верховным богом, увенчивавшим политеистическую религию. Существовала военная, а также жреческая аристократия. Если царь оказывался несильным или был занят в тяжелой войне, жреческая аристократия чувствовала себя способной покушаться на царскую власть. Землю возделывали, принадлежавшие царю, аристократии, жречеству, рабы. Между египетской и вавилонской теологией имеются существенные различия. Египтяне больше думали о смерти. Они верили, что души умерших опускаются в подземное царство, где их ждет суд Осириса, решение которого определяется их образом жизни на земле. Они думали, что в конце концов душе предстоит возвращение в тело. Эта вера проявлялась в бальзамировании умерших и в постройке роскошных пирамид. Пирамиды строились различными фараонами в конце IV и в начале III тысячелетия до н.э. Затем египетская цивилизация приобретала все более стереотипный характер. Прогресс становится невозможным благодаря религиозному консерватизму. Около 1800 года до н.э. Египет завоевывают семиты, гексосы, управлявшие страной около двух столетий. Они не оказали на Египет значительного влияния, но их присутствие в этой стране послужило распространению египетской цивилизации в Сирии и в Палестине. История Вавилонии была более воинственной, чем история Египта. Правящей расой первоначально были не семиты, а так называемые шумеры, чье происхождение неизвестно. Шумеры изобрели клинописное письмо, перенятое затем от них завоевателями-семитами. До того, как Вавилон приобрел первенство и основал империю, существовали различные независимые города, которые в течение определенного периода воевали друг с другом. Боги других городов отошли на второй план. Бог Вавилона Мардук занял примерно такое же положение, какое затем занимал Зевс в греческом пантеоне. В Египте имела место та же картина, только значительно раньше. Как и другие древние религии, религии Египта и Вавилонии являлись в первое время культами плодородия. Земля олицетворяла женский пол, а солнце – мужской. Обычно воплощение мужского плодородия считался бык, и быки-боги были общепризнаны. Высшей среди богинь Вавилония была богиня земли Иштар. Во всей Западной Азии под различными именами почиталась Великая Матерь. Греки-колонисты, основывая в Малой Азии храмы этой богини, называли ее Артемидой и переняли существовавший там культ. Так возникла Диана Эфесцев. Диана – латинский эквивалент Артемиды. Именно последнее упоминается в греческом Новом Завете, там, где в нашем переводе речь идет о Диане. Христианство превратило ее в Деву Марию. Именно Совет в Эфесе узаконил титул Божьей Матери, принадлежащей нашей Богородице. Политические мотивы там, где религия была связана с имперским правительством, весьма сильно послужили преобразованию ее примитивных черт. Бог или богиня стали ассоциироваться с государством, и они должны были теперь способствовать не только обильному урожаю, но и военной победе. Богатая жреческая каста разработала обрядовую сторону и теологию. В пантеон богов она поместила нескольких богов из составных частей империи. Благодаря связи религии с правительством, богов стали связывать также с моралью. Законодатели получали свои кодексы от бога, таким образом нарушение закона сделалось проявлением неверия. Древнейшим из известных до сих пор правовых кодексов является кодекс Хамурапи, Вавилонского царя, около 21 века до н.э. Как утверждал царь, этот кодекс был полученным от Мартука. Связь между религией и моралью в древнюю эпоху становилась с течением времени все более тесной. В отличие от египетской, вавилонская религия больше касалась процветания в этом мире, чем счастья в будущем. Магия, прорицание, астрология, хотя они были свойственны не только Вавилонии, все же там были развиты более чем где-либо в другом месте. Именно через Вавилон главным образом они приобрели влияние в более поздние периоды древности. Из Вавилона вышло кое-что, относящееся к науке, разделение дня на 24 часа и круга на 360 градусов, а также открытие периодичности затмений, что позволило с достоверностью предсказывать лунные затмения, а солнечные с некоторой степенью вероятности. Как мы увидим далее, эти достижения вавилонин были использованы фалесом. Египетская и месопотамская цивилизации были земледельческими, а цивилизации окружающих племен первое время оставались пастушескими. Развитие торговли, вначале исключительно морской, внесло новый элемент. Вплоть до первого тысячелетия до нашей эры оружие делали из бронзы, а племена, не имевшие на своей собственной территории необходимых металлов, были вынуждены приобретать их путем торговли или при помощи пиратства. Пиратство являлось временным средством. Там, где социальные и политические условия приобрели достаточно устойчивый характер, торговля оказалась более выгодным занятием. Пионером в торговле, по-видимому, выступил остров Крит, ибо в течение приблизительно одиннадцати веков, вероятно, с двадцать пятого до четырнадцатого века до нашей эры, на Крите существовала передовая в художественном отношении культура, известная под названием Минойской. То, что уцелело от критского искусства, производит впечатление бодрости и почти декадентской роскоши. Этим оно весьма отличается от устрашающей угрюмости египетских храмов. Об этой значительной цивилизации почти ничего не было известно до произведенных сэром Артуром Эвансом и другими раскопок. Это была морская цивилизация, тесно связанная, за исключением времени гексосов, с Египтом. Из египетских картин видно, что критские моряки вели весьма значительную торговлю между Египтом и Критом. Своего наивысшего развития торговля достигла около 1500 года до нашей эры. По-видимому, критская религия имела много общего с религиями Сирии и Малой Азии, но в искусстве наблюдается большее сходство с египетским искусством, хотя критское искусство очень оригинально и изумительно жизнерадостно. Центр критской цивилизации — так называемый дворец Минуса в Кноссе, о котором сохранилась память в традиции классической Греции. Критские дворцы были весьма величественными сооружениями, но приблизительно к концу XIV столетия до нашей эры были разрушены, вероятно, греческими завоевателями. В основу хронологии критской истории положены египетские предметы, найденные на Крите, и критские предметы, найденные в Египте. Повсюду здесь наши знания зависят от археологических данных. Критяне поклонялись богине, или, может быть, нескольким богиням. Наиболее несомненной богиней была повелительница животных, которая была охотницей и, возможно, являлась прообразом классической Артемиды. Она имела двойника мужского пола или супруга повелителя животных, но он менее значительен. Гораздо позднее Артемида отождествляется с великой матерью Малой Азии. Она, по-видимому, была также матерью. Ее молодой сын являлся единственным, если не считать повелителя животных, богом мужского пола. Имеются некоторые свидетельства относительно веры в загробную жизнь, согласно которой, как и в египетских верованиях, земные дела получают вознаграждение или возмездие. Но в целом критяне кажутся, судя по их искусству, жизнерадостным народом, который не был подавлен сколько-нибудь сильно мрачными предрассудками. Они любили бои быков, во время которых тореадоры, как мужчины, так и женщины, показывали изумительное акробатическое искусство. Бои быков являлись религиозными праздниками, и сэр Артур Эванс думает, что исполнители принадлежали к самой высшей знати, сохранившейся картины полны динамики и реализма. Критяне обладали линейным письмом, но оно до сих пор не расшифровано. Дома они были миролюбивы, и их города не окружали крепостные стены. Несомненно, что защитой для критян служило их морское могущество. До своей гибели минойская культура распространилась около шестнадцатого столетия до нашей эры на материковую Грецию, где продолжало существовать, претерпевая постепенное вырождение почти до девятого столетия до нашей эры. Эта материковая цивилизация известна под названием Микенской. Мы знаем о ней благодаря царским гробницам, а также благодаря крепостям, расположенным на вершинах холмов, которые свидетельствуют о большем страхе перед военным нападением, чем это было на Крите. И гробницы, и крепости сохранились, чтобы действовать на воображение классической Греции. Старейшие произведения искусства в дворцах представляли собой действительно изделия критского искусства или же искусства весьма к нему близкого. Микенская цивилизация, вырисовывающаяся сквозь дымку легенд, описана Гомером. В истории микенцев имеется много неопределенного. Обязаны ли они своей цивилизации завоеванию их кретянами? Говорили ли они по-гречески или принадлежали к местной, более древней расе? На эти вопросы невозможно дать определенного ответа, но в целом кажется вероятным, что они были завоевателями, говорившими по-гречески, и что, по крайней мере, аристократия состояла из белокурых завоевателей из севера, принесших с собой греческий язык. Греки пришли в Грецию тремя последовательными волнами. Сперва ионийцы, за ними ахейцы, а последними дарийцы. Ионийцы, хотя и были завоевателями, по-видимому, усвоили критскую культуру довольно полно, как позднее римляне усвоили греческую цивилизацию. Но они были разогнаны и почти целиком изгнаны своими преемниками ахейцами. Из хетских табличек, найденных при городе Богаскёй, известно, что ахейцы создали большую организованную империю в XIV веке до н.э. Мекенская цивилизация, ослабленная войной ионийцев и ахейцев, была практически разрушена дарийцами, последними греческими завоевателями. Если прежние завоеватели в основном усваивали минойскую религию, то дарийцы сохранили исконную индоевропейскую религию своих предков. Религия мекенских времен, тем не менее, продолжала существовать, особенно среди низших классов. Поэтому религия классической Греции оказалась смесью двух религий. Хотя вышеприведенное описание кажется правдоподобным, следует помнить, что мы не знаем, были ли мекенцы греками или нет. Что мы действительно знаем, так это то, что цивилизация погибла, что приблизительно в то время, когда ее существование подходило к концу, железо вытеснило бронзу, и что морское превосходство на некоторое время перешло к финикийцам. Но в течение последнего периода мекенской эпохи и после ее гибели некоторые из завоевателей оседали и становились земледельцами, тогда как другие устремлялись дальше, сперва на острова и в Малую Азию, а затем на Сицилию и в Южную Италию, где они основывали города, живущие морской торговлей. Именно в этих приморских городах греки впервые сделали качественно новый вклад в цивилизацию. Первенство же Афин пришло позднее, а когда оно наступило, то также было связано с морским могуществом. Материковая часть Греции является гористой страной, которая в значительной своей части бесплодна, но зато там много плодородных долин, имеющих свободный доступ к морю и отрезанных горами от удобных сухопутных коммуникаций между собой. В этих долинах и возникли небольшие самостоятельные общества, живущие земледелием, концентрирующиеся вокруг города и обычно расположенные вблизи моря. В таких условиях было естественным, что, коль скоро население того или иного общества становилось слишком большим по сравнению с его внутренними ресурсами, то те, кто не имел возможности жить на земле, вынуждены были заняться мореходством. Города материковой Греции основывали колонии часто в местах, где легче было найти средства к существованию, чем дома. Таким образом, в древнейший исторический период греки Малой Азии, Сицилии и Италии оказались богаче греков, живших в материковой Греции. В различных частях Греции общественные системы были весьма различны. В Спарте небольшой слой аристократии существовал за счет порабощенных элотов другой расы. В беднейших земледельческих районах ее население составляли главным образом крестьяне, возделывающие свою землю с помощью своих семей. Но там, где процветали торговля и промышленность, свободные граждане обогащались путем эксплуатации рабов, мужчин в рудниках, женщин в текстильном производстве. В Ионии рабами были люди из окружающих варварских племен. Рабов, как правило, вначале приобретали на войне. С увеличением богатства усугублялась изоляция знатных женщин, которые позднее стали уже принимать весьма малое участие в различных сторонах жизни греческой цивилизации. Исключением была Спарта. Развитие шло весьма единообразно. Сперва от монархии к аристократии, затем к чередованию тирании и демократии. Цари не имели абсолютной власти, как в Египте и в Вавилонии. Они правили с участием Совета Старейшин и не могли безнаказанно нарушать обычаи. Тирания не означала непременно плохого управления, но лишь правление человека, чье притязание на власть не основывалось на принципе наследования. Демократия означала правление всех граждан, в число которых не входили женщины и рабы. Первые тираны, напоминающие Медичи, приобрели власть благодаря тому, что были богатейшими представителями соответствующих плутократий. Часто источники их богатства состояли во владении золотыми и серебряными рудниками, сделавшимися более доходными благодаря новому институту монетной системы, пришедшему из смежного с ионией лидийского царства. По-видимому, чеканка монет была изобретена незадолго до VII века до н.э. Одним из самых главных результатов, которые получили греки от торговли и пиратства, в начале эти два рода деятельности едва ли различались, было приобретение искусства письма. Хотя в Египте и Вавилонии письмо существовало в течение тысячелетий, и минойские кретяне также имели письменность, которая еще не расшифрована, тем не менее нет решающих свидетельств в пользу того, что греки знали письменность приблизительно до X века до н.э. Они научились этому искусству от финикийцев, которые, подобно другим обитателям Сирии, испытали влияние Египта и Вавилонии, и вплоть до возникновения греческих городов в Ионии, Италии, Сицилии, удерживали превосходство на море и в морской торговле. В XIV веке до н.э. В письме к Эхнатону, еретическому фраону Египта, сирийцы пользовались все еще вавилонской клинописью, но Хирам из Тира 969-936 годы до н.э. уже употреблял финикийский алфавит, который, вероятно, развился из египетской письменности. Египтяне сначала применяли чисто рисуночное письмо, постепенно рисунки приобретали все более условный характер, стали изображать слоги, первые слоги названий изображаемых вещей, И, наконец, отдельные буквы по принципу L означало «лучник, который стрелял в лягушку». Например, Гимель. Третья буква еврейского алфавита означает «верблюд». Ее знак является условным изображением верблюда. Этот последний успех, которого добились в сколько-нибудь законченной форме отнюдь не египтяне, а финикийцы, означал создание алфавита со всеми его преимуществами. Греки, заимствовав у финикийцев это изобретение, изменили алфавит так, чтобы он мог обслуживать их язык. При этом они сделали важное нововведение, добавив гласные, тогда как финикийский алфавит состоял из знаков, обозначающих одни согласные. Не может быть сомнения, что приобретение этого удобного способа письма значительно ускорило прогресс греческой цивилизации. Гомер был первым выдающимся продуктом эллинской цивилизации. Все суждения относительно Гомера предположительны, но, по-видимому, наилучшим было то мнение, согласно которому под этим именем скрывается скорее целый ряд поэтов, а не одна личность. Для завершения Илиады и Одиссеи потребовалось, вероятно, около двухсот лет. Некоторые считают, что эти поэмы были созданы в период от середины восьмого до середины шестого столетия до нашей эры, тогда как другие утверждают, что Гомер был почти закончен в конце восьмого столетия до нашей эры. Гомеровские поэмы в известной нам форме принесены в Афины писистратом, правившим там с перерывами с пятьсот шестидесятого по пятьсот двадцать седьмой год до нашей эры. С этого времени и впредь афинская молодежь заучивала Гомера наизусть, и это сделалось наиболее важной частью образования. В некоторых частях Греции, особенно в Спарте, Гомер получил такое признание лишь в более позднее время. Гомеровские поэмы, подобные изысканным рыцарским романам позднего средневековья, отражали точку зрения цивилизованной аристократии, которая игнорировала различные предрассудки, еще сохранившиеся среди населения как плебейские. В более поздние времена многие из этих предрассудков появились снова на свет Божий. На основе данных антропологии современные авторы пришли к выводу, что, будучи весьма далек от первобытного примитивизма, Гомер явился преобразователем, который отстаивал высшие классовые идеалы городского просвещения и который напоминал рационализатора древних мифов в XVIII веке. Олимпийские боги, представлявшие религию Гомера, были вовсе не единственными объектами поклонения греков, касается ли это эпохи самого Гомера или более поздней эпохи. В народной религии имелись и другие, более темные и дикие элементы, которые были загнаны в подполье греческим интеллектом в пору его расцвета, но ждавшие лишь момента слабости или страха, чтобы совершить нападение. Во времена упадка оказалось, что верования, отброшенные Гомером и наполовину похороненные в классический период, продолжают жить. Этот факт объясняет многое из того, что иначе показалось бы противоречивым и удивительным. Первобытная религия всюду носила скорее племенной, чем личный характер. С ней были связаны определенные ритуалы, которые должны были способствовать посредством симпатической магии осуществлению интересов племени, касавшихся особенно плодородия, растительного, животного и человеческого. Зимнее солнцестояние считалось временем, когда солнце следовало ободрять, чтобы оно более не убывало в силе. Весна и сбор урожая также требовали соответствующих обрядов. Эти обряды часто были таковы, что вызывали сильное коллективное возбуждение, в котором индивиды утрачивали чувство своей разобщенности и начинали чувствовать себя одним целым со всем племенем. Во всем мире на определенной ступени религиозной эволюции существовали обряды, при которых убивали и поедали священных животных и людей. Различные районы переживали эту стадию в самое разное время. Принесение в жертву богам людей сохранялось обычно дольше, чем обрядовое поедание человеческих жертв. В Греции человеческие жертвоприношения иногда практиковались даже в начале исторического периода. Ритуалы плодородия без подобных жестокостей были свойственны всей Греции, в частности эллипсинские мистерии по своему символизму сущности являлись земледельческими праздниками. Следует признать, что религия у Гомера не слишком религиозна. Его боги вполне человечны. Они отличаются от людей только бессмертием и обладанием сверхчеловеческими способностями. В моральном отношении им нельзя дать никакого предпочтения перед человеком. И трудно понять, как они могли внушать большое благоговение. В некоторых местах у Гомера, вероятно, более поздних, они трактуются с вольтеровской непочтительностью. Такие истинно религиозные чувства, которые могут быть обнаружены у Гомера, относятся не столько к богам Олимпа, сколько к призрачным существам, таким как судьба, необходимость или рок, которым подчинен даже Зевс. Идея судьбы оказала большое влияние на всю греческую мысль, и она, возможно, была одним из источников, из которых наука извлекла свою веру в естественный закон. Гомеровские боги — это боги аристократии и завоевателей, а не боги полезного плодородия тех, кто действительно возделывал землю. Гилберт Маррей пишет Боги большинства наций претендовали на роль создателей мира. Олимпийцы не претендовали на это. Самое большее, что они когда-либо сделали, состояло в том, что они завоевали его. Что же они делают после того, как они завоевали свои царства? Заботятся ли они о правлении? Содействуют ли они земледелию? Занимаются ли они торговлей и промышленностью? Нисколько. Да и почему они должны честно трудиться? Они считают, что легче жить на годовые доходы и поражать ударами молнии тех, кто не платят. Они — вожди-завоеватели, королевские пираты. Они воюют, пируют, играют, музицируют. Они напиваются допьяно, покатываются со смеху над пришедшим к ним хромым кузнецом. Они никого не боятся, кроме своего собственного царя. Они никогда не лгут, если дело не касается войны или любви. Гомеровские герои-люди также не блещут особенно хорошим поведением. Главенствующей семьей является дом Пелопса, но он отнюдь не мог служить образцом счастливой семейной жизни. Тантал, азиатский основатель династии, начал свою карьеру прямым проступком против богов. Как говорят, он пытался обманом заставить богов вкусить человеческого мяса, убив для этого своего собственного сына Пелопса. Последний, возвращенный чудесным образом в жизни, в свою очередь прогневал богов. Он победил в знаменитом состязании на колесницах своего противника Энумая, царя Писы, при пособничестве возничего последнего Мертила, которому пообещал щедрое вознаграждение, а затем, чтобы разделаться со своим союзником, сбросил его в море. Проклятие перешло на сыновей Пелопса, Атрея и Фиеста, в форме того, что греки называли «ате», то есть сильного, если не действительно непреодолимого побуждения к преступлению. Фиест, совратив жену своего брата, сумел благодаря этому похитить у последнего счастье семьи — знаменитый злоторунный Овен. В свою очередь Атрей, обеспечивший изгнание своему брату Фиесту, притворился, что желает простить его, и, зазвав Фиеста к себе под предлогом примирения, пригласил его на пир, где угостил мясом его же сыновей. Затем проклятие унаследовал сын Атрея Агамемнон, который оскорбил Артемида, убив ее священную лань, за что был вынужден, чтобы умилостивить богиню и обеспечить для своего флота безопасный проход в Трою, принести в жертву богини свою дочь Ифигению. В свою очередь он был убит своей неверной женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом, уцелевшим сыном Фиеста. Орест, сын Агамемнона, со своей стороны мстит за своего отца, убивая свою мать и Эгисфа. Гомер, как законченное достижение, был продуктом Ионии, то есть части Эллинской Малой Азии и прилегающих островов. Гомеровские поэмы записаны и зафиксированы в их теперешнем окончательном виде, самое позднее, в какой-то отрезок времени, шестого века до нашей эры. Греческая наука, философия и математика берут свое начало также в этом столетии. В то же время в других частях мира происходят события чрезвычайной важности. Конфуции, Будды и Зороастр, если они вообще существовали, могут быть отнесены к этому же столетию. Время деятельности Зороастра является, однако, весьма предположительным. Некоторые относят его к тысячному году до нашей эры. В середине этого столетия Кир основал Персидскую империю. Греческие города Ионии, которым персы предоставили некоторую ограниченную автономию, к концу шестого столетия предприняли бесплодное восстание, которое было подавлено Дарием. Лучшие люди этих городов стали изгнанниками. Некоторые философы этого периода были беженцами, которые странствовали из города в город в пределах еще не порабощенной части эллинского мира, распространяя там цивилизацию, сосредоточенную до того времени главным образом в Ионии. В своих странствиях они встречали доброжелательные отношения окружающих. Ксенофан, период расцвета деятельности которого приходится на последнюю часть шестого столетия до нашей эры, рассказывает. Лежа в зимнюю пору на мягком ложе у огня, распивая сладкое вино и грызя горох, следующую беседу должен вести сытый человек. Кто ты и откуда? Сколько лет тебе, Добриший? В каком ты был в возрасте, когда пришел, Медянин? Остальной Греции удалось сохранить свою независимость в битвах при Соломинии и Платее, после которых на продолжительное время была освобождена Иония. В результате поражения, которое афины потерпели от Спарты, персы возвратили назад все побережье Малой Азии, их права на которые были признаны анталкидовым миром 387-386 годы до нашей эры. Приблизительно пятьюдесятию годами позднее оно было включено в империю Александра Македонского. Греция распалась на большое количество маленьких независимых государств, каждая из которых состояла из города и окружающей его сельской местности. В разных частях греческого мира уровень цивилизации был весьма различен. Лишь немногие города внесли свой вклад в общегреческие достижения. Спарта, о которой в дальнейшем я буду говорить подробнее, имела большое значение в военном, но отнюдь не в культурном отношении. Коринф был богатым и процветающим городом, крупным торговым центром, но и он был небогат великими людьми. Существовали и чисто земледельческие, сельские общества, вроде знаменитой Аркадии, представлявшейся городским жителем идиллией, но которая в действительности была полна древних варварских ужасов. Жители Аркадии поклонялись пану. У них существовало множество культов плодородия, в которых зачастую простой столб правильной формы занимал место статуи бога. Козел символизировал плодородие, так как крестьяне были слишком бедны, чтобы иметь во владении быков. Когда запасы пищи истощались, статую пана наказывали. Подобные вещи до сих пор имеют место в отдаленных китайских деревнях. Существовало там и целое племя людей, которых считали оборотнями, вероятно, в связи с сохранившимися у них человеческими жертвоприношениями и каннибализмом. Согласно поверью, всякий, вкусивший плоти, принесенного в жертву человека, становится таким оборотнем. Имелась также пещера, посвященная Зевсу-Ликейскому, Зевсу-Волку. В этой пещере ни для кого не было спасения, и всякий, побывавший в ней, умирал в течение года. Все эти предрассудки еще процветали в классические времена. Пан, носивший первоначально имя Паон, что значило «едок» или «пастух», приобрел вслед за принятием его культа афинами в V веке до н.э. после греко-персидских войн свой более известный титул, истолкованный в смысле всеобъемлющего божества. Однако в Древней Греции мы можем найти много такого, в чем мы могли бы усматривать религию в принятом у нас мысли слова. Эта религия связана не с олимпийскими богами, а с Дионисом или Вакхом. Это имя вполне естественно вызывает в нашем сознании образ бога с сомнительной репутацией, бога вина и пьянства. Но тот путь, каким из культа Вакха возник глубокий мистицизм, оказавший столь большое влияние на многих философов и даже сыгравший свою роль при формировании христианской теологии, весьма примечателен и должен быть понят всяким, кто желает изучить развитие греческой мысли. Дионис или Вакх был первоначально фракийским богом. Фракийцы были гораздо менее цивилизованы, чем греки, относившиеся к фракийцам как к варварам. Как и у всех народов с примитивным земледелием, у фракийцев существовали свои культы плодородия, а также бог, способствующий плодородию. Имя этого бога – Вакх. Никогда не было совершенно ясно, выступал ли Вакх в образе человека или быка. Когда фракийцы научились делать пиво, состояние опьянения они стали представлять как божественное и воздавать хвалу Вакху. Когда же позднее они познали вино и стали его употреблять, поклонение Вакху возросло еще более. Его функция способствовать плодородию вообще стала отчасти подчиненной его новой функции, связанной с виноградом и божественным безумием, порождаемым употреблением вина. Неизвестно, когда культ Вакха был перенесен из фракии в Грецию. По-видимому, это произошло незадолго до начала исторической эпохи. Этот культ Вакха был встречен ортодоксией враждебно, но тем не менее он укоренился в Греции. В нем содержалось большое количество варварских элементов, вроде разрывания на куски диких животных и поедания их целиком в сыром виде. Он содержал в себе также любопытный элемент феминизма. Благородные матроны и девушки, собравшись большими группами, проводили целые ночи на открытых холмах в танцах, вызываемых экстазом, и в упоении отчасти алкогольным, но главным образом мистическом. Эта практика весьма раздражала мужей, но они не осмеливались идти против религии. Еврипид в своем произведении «Вакханки» изобразил красоту и варварство этого культа. Успех Вакха в Греции неудивителен. Подобно всем народам, быстро пришедшим к цивилизации, греки, или, по крайней мере, определенная их часть, развили в себе любовь к первобытному. Они жаждали поэтому более инстинктивного и полного страстей образа жизни, нежели тот, который им предписывала ходячая мораль. Для мужчины или женщины, которые вынуждены более культурны в поведении, нежели в чувствах, рассудочность утомительно, а добродетель кажется бременем и рабством. Это вызывает соответствующую реакцию в мысли, в чувстве и в поведении. Нас будет интересовать главным образом именно реакция в области мышления. Но необходимо сказать несколько слов и о реакции в области чувства и поведения. Цивилизованный человек отличается от дикаря главным образом благоразумием, или, если применить немного более широкий термин, предусмотрительностью. Цивилизованный человек готов ради будущих удовольствий перенести страдания в настоящем, даже если эти удовольствия довольно отдаленны. Эта привычка становится важной с возникновением земледелия. Ни животное, ни дикарь не стали бы трудиться весной ради того, чтобы обеспечить себя пищей на следующую зиму, если не считать немногие чисто инстинктивные формы деятельности, вроде собирания меда пчелами или заготовки орехов белками. Но и в этих случаях нет предусмотрительности. Имеется только прямой импульс к действию, полезность которого для будущего может быть доказана лишь человеком-наблюдателем этих действий. Истинная предусмотрительность возникает только тогда, когда человек делает что-либо не потому, что его толкает, на это непосредственный импульс, а потому что разум говорит ему, что в будущем он получит от своего труда пользу. Охота не требует предусмотрительности, потому что она доставляет удовольствие, но возделывание почвы есть труд и не может совершаться под влиянием спонтанного импульса. Цивилизация подчиняет себе импульсы не только через предусмотрительность, которая представляет собой самоуправляющийся контроль, но также через законы, обычаи и религию. Этот контроль заимствован еще от варварства, но цивилизация делает его менее инстинктивным и более систематичным. Определенные действия квалифицируются как преступные и наказываются. Другие определенные действия, хотя и не преследуются по закону, квалифицируются как безнравственные и те, кто их совершает, подвергаются общественному осуждению. Институт частной собственности влечет за собой подчиненное положение женщины и, как правило, возникновение класса рабов. С одной стороны, цели общества оказывают давление на личность, а с другой стороны, личность, приобретя привычку рассматривать свою жизнь в ее целостности, все более жертвует своим настоящим ради будущего. Очевидно, этот процесс может зайти очень далеко, как это случается, например, со скрягами. Но и без этих крайностей благоразумие легко может повести к утрате многих самых лучших сторон жизни. Поклонник Вакха восстает против благоразумия. В физическом или духовном опьянении он вновь обретает уничтоженную благоразумием интенсивность чувства. Мир предстает перед ним полным наслаждения и красоты. Его воображение вдруг освобождается из тюрьмы повседневных забот. Культ Вакха породил так называемый энтузиазм, этимологически означающий вселение Бога в поклоняющегося ему человека, который верит в свое единство с Богом. Этот элемент опьянения, я имею в виду духовное, а не алкогольное опьянение, некоторый отход от благоразумия под влиянием страсти, имеет место во многих величайших достижениях человечества. Жизнь была бы неинтересной без вакхического элемента, но его присутствие делает ее и опасной. Благоразумие против страсти – это конфликт, проходящий через всю историю человечества. И это не такой конфликт, при котором мы должны становиться целиком на сторону лишь одной из партий. Грубо говоря, трезвая цивилизация в сфере мышления – тождественно науки. Но наука в чистом виде не удовлетворяет человека. Люди нуждаются также в страсти, в искусстве и в религии. Наука может ограничить знания известными пределами, но она не должна и не может ставить пределы воображению. Среди греческих, как и среди позднейших философов, некоторые тяготели к науке, другие – к религии. Последние прямо или косвенно многим обязаны религии вакха. Особенно это относится к Платону, а через него это влияние распространилось на те более поздние движения мысли, которые в конце концов воплотились в христианской теологии. Культ вакха в своей первоначальной форме был варварским и во многих отношениях отталкивающим. Однако не в этом первоначальном виде он оказал влияние на философов, а в одухотворенной форме, приписываемой Орфею, в аскетической форме, ставящей на место физического духовное опьянение. Орфей – неясная, но интересная фигура. Одни утверждают, что он был реальной личностью, другие считают его богом или воображаемым героем. Согласно традиции, Орфей, как и вакх, пришел из фракии, но, по-видимому, более вероятно, что он или движение, связанное с его именем, пришел с Крита. Несомненно, что орфические доктрины содержат многое, имеющее, по-видимому, своим первоисточником Египет, а влияние Египта на Грецию осуществлялось главным образом через Крит. Говорят, что Орфей был реформатором, которого разорвали на куски бешеные Менады, побужденные к этому вакхической ортодоксии. Склонность Орфея к музыке не столь заметна в ранних формах легенды по сравнению с более поздними. Первоначально он был жрецом и философом. Чем бы ни было учение самого Орфея, если он существовал, учение орфиков хорошо известно. Они верили в переселение душ. Они учили, что в будущем душу ожидает либо вечное, либо временное страдание от пыток, в зависимости от их образа жизни здесь, на земле. Они стремились к очищению, отчасти путем церемонии очищения, отчасти путем избегания осквернения. Наиболее правоверные из Орфиков воздерживались от животной пищи, исключение составляли только ритуалы, когда пища принималась сакраментально. Они считали, что человек отчасти земное, отчасти небесное существо. Благодаря чистой жизни небесная часть возрастает, а земная часть убывает. В конце концов, человек может стать единым целым с Вакхом и называться Вакх. У Орфиков существовала разработанная теология, согласно которой Вакх был рожден дважды. Первый раз от своей матери Семелы, а второй из бедра своего отца Зевса. Существует много форм вакхического мифа. В одном из мифов Вакх является сыном Зевса и Персифоны. Будучи еще мальчиком, он был разорван на куски титанами, которые сожрали всю его плоть, за исключением лишь сердца. Одни говорят, что сердце было отдано Зевсам Семели, другие, что сам Зевс проглотил его. Во всяком случае, это привело к вторичному рождению Вакха. Разрывание дикого животного и пожирание его сырого мяса Вакханками рассматривалось как воспроизведение того, что сделали титаны самим Вакхом, и животное в известном смысле выступало как воплощение Бога. Титаны были земного рождения, но после того, как они съели Бога, они стали обладателями божественной искры. Так же и человек, отчасти земное, отчасти небесное существо, и Вакхические ритуалы способствуют приближению его к полной божественности. Еврипид вкладывает в уста орфического жреца следующее поучительное признание. Сын Зевса Дионис, я уфиванцев. Здесь некогда Семела, Кадма, дочь, меня на свет безвременно явила, поражена Зевесовым огнем. Из Бога став по виду человеком, я подхожу к струям родимых рек. Вот матери перунницы могила. У самого дворца обломки дома еще курятся, в них еще живет огонь небесный, геры горделивой, на мать мою неугасимый гнев. Спасибо Кадму сделал неприступным он дочери святилища. Его со всех сторон я скрыл и винограда кистями нежной зелени обвил. Покинув пашни Лидии золотой, и Фригию, и Персии поля, сожженные полдневными лучами, и стены Бактрии, и у Медиан, изведав холод зимний, я арабов счастливых посетил и обошел всю Азию, что по прибрежью моря соленого простерлась. В городах красиво высятся стенные башни, и вместе грек там с варваром живет. В гробницах были найдены орфические таблички, содержащие поучение душе умершего относительно того, как найти ей дорогу в потусторонний мир, и что говорить, для того, чтобы доказать, что она достойна спасения. Эти таблички разбиты и неполны. Наиболее полная из них, петилийская табличка, содержит следующее. Ты найдешь слева от дома Гадеса источник. Рядом с ним стоит белый кипарис. К этому источнику близко не подходи, но ты найдешь другой около озера памяти, холодной водонесущей, и перед ним стоит стража. Скажи. Я дитя земли и звездного неба, но род мой только от неба, об этом вы знаете сами. И вот я жаждой томим погибаю. Дайте скорее холодной воды, текущей из озера памяти. И сами они дадут тебе и спить из святого источника, и после этого среди других героев ты место получишь. В другой табличке говорится «Привет тебе, пережившему страдания. Из человека ты стал Богом». И еще в другой «Счастлив и блажен ты, которому суждено из смертного стать Богом». Источник, из которого душа не должна пить, — это лето, приносящее забвение. Другой источник — мнемосина, память. В потустороннем мире душа, если она жаждет спасения, не должна ничего забывать. Напротив, она должна приобрести память, превосходящую и естественную. Орфики были аскетической сектой, и видно для них только символ, как позднее причастие для христиан. Искомое ими опьянение — это энтузиазм, союз с Богом. Они думали, что таким путем приобретают мистическое знание, недостижимое обычными средствами. В греческую философию этот мистический элемент принес Пифагор, такой же реформатор орфизма, каким был орфей по отношению к вакхической религии. От пифагорейцев орфический элемент перешел в философию Платона, а от него — в ту более позднюю философию, которая была уже полностью религиозной. Некоторые явно вакхические элементы сохранились всюду, где орфизм имел влияние. Одним из таких элементов был феминизм. Его много у Пифагора, а у Платона элемент феминизма привел даже к требованию полного политического равноправия для женщин. «Женский пол, — говорит Пифагор, — по своей природе более благочестив». Другой вакхический элемент состоит в уважении к сильной страсти. Греческая трагедия выросла из ритуалов Диониса. Особенно Еврипид чтил двух главных богов орфизма — вакха и Эроса. Он не уважал холодного и самодовольного, благонравного человека, которого в его трагедиях обычно сводили с ума или как-либо иначе вергали в беду боги, возмущенные его богохульством. По традиции считается, что грекам свойственна восхитительная безмятежность, позволявшая им с олимпийским спокойствием созерцать страсть со стороны, подходя к ней с эстетической точки зрения, но это весьма односторонний взгляд. Это верно, быть может, относительно Гомера, Софокла и Аристотеля, но это в высшей степени неверно применительно к тем грекам, которые прямо или косвенно были затронуты вакхическим или орфическим влиянием. В Алифсине, а алифсинские мистерии составляли наиболее священную часть афинской государственной религии, пели гимн, в котором говорилось следующее. С твоей высоко поднятой чашей, с твоим безумным пиршеством в элифсинскую цветущую долину приходи ты, вакх, гимн и привет тебе. В вакханках Еврипида хор Менат является собой такое сочетание поэтичности и дикости, которое прямо противоположно безмятежности. Они прославляют удовольствие отрывать конечности диких животных и поедать их сырыми тотчас же. О, как мне любовь в полянах, когда я в неистовом беге от легкой дружины отставши, в Истоме на землю паду, священной небридой одета. Стремясь к афригийским горам, я хищника жаждала снеди, за свежей козлиной кровью гонялась по склону холма. Танец Менат на склоне горы не был только неистовством, он был бегством от бремени и забот цивилизации в мир нечеловеческой красоты и свободы, ветра и звезд. В менее безумном настроении они поют. «Милая ночь, придешь ли? Вакху всю я тебя отдам. Пляски, белые ноги, шею, рассе студеной, лань молодая у сладе луга зеленого рада. Вот из облавы вырвалась, сеть миновала крепкую, свистом охотник пускай теперь гончих за ланью шлет. Ветер у ней в ногах, в поле раздолье, берегом мчатся отрадно ей, даром, что члены сжимает усталость. Тихо кругом она рада безлюдию, а рада молчанию чаще зеленой». Прежде чем повторить, что греки были безмятежными, попробуйте вообразить Матрон Филадельфии, ведущих себя таким же образом хотя бы в пьесе Юджина О'Нейла. «Орфик не более безмятежен, чем прежний поклонник Вакха. Для Орфика жизнь в этом мире является страданием и скукой. Мы привязаны к колесу, которое, вращаясь, образует бесконечные циклы рождения и смерти. Наша истинная жизнь на звездах, но мы прикованы к земле. Только путем очищения, самоотречения и аскетической жизни можем мы избежать этого круговорота и достигнуть, наконец, экстаза единения с Богом. Это вовсе не взгляд тех людей, для которых жизнь легка и приятна. Это больше напоминает религиозную песню негров. «Я собираюсь поведать Богу обо всех своих невзгодах, когда попаду домой». Не все греки, но большинство из них, были людьми, обуреваемыми страстями, несчастливыми, людьми, боровшимися с собой, влекомыми интеллектом по одному пути, а страстями по другому. Они были наделены воображением, чтобы постигать небо и своевольным притязанием, творящим ад. У них было правило золотой середины, но в действительности они были невоздержаны во всем, в чистом мышлении, в поэзии, в религии, в грехе. Именно сочетание интеллекта и страсти делало их великими, пока не оставались таковыми, и никто не преобразовал бы так мир на все будущие времена, как они. Их прототипом в мифологии является не Зевс Олимпийц, но Прометей, принесший с неба огонь и претерпевший за это вечные муки. Однако, если и эту, только что приведенную характеристику, отнести ко всем грекам в целом, то это будет такой же односторонностью, как взгляд, приписывающий грекам безмятежность. В действительности в Греции сосуществовали две тенденции. Одна — эмоциональная, религиозная, мистическая, потусторонняя. Другая — светлая, эмпирическая, рационалистическая, заинтересованная в приобретении знания разнообразия фактов. Последнюю тенденцию представляют Геродот, самые ранние ионийские философы, а также в известной степени Аристотель. Белох, вслед за описанием орфизма, говорит «Но греческая нация была слишком преисполнена юношеского задора для того, чтобы в целом принять веру, отвергающую этот мир и переносящую истинную жизнь в потустороннее. В соответствии с этим, влияние орфического учения ограничивалось относительно узким кругом посвященных. Арфизм не оказывал ни малейшего влияния на государственную религию, и это даже в обществах, которые, подобно Афинам, превратили празднование мистерий в государственные ритуалы и взяли их под защиту закона. Должно было пройти целое тысячелетие, прежде чем эти идеи, правда, в совершенно ином теологическом одеянии одержали победу в греческом мире. По-видимому, это преувеличение, особенно там, где речь идет об эллифсинских мистериях, целиком пропитанных орфизмом. Вообще говоря, те, кто обладал религиозным темпераментом, обращались к орфизму, тогда как рационалисты презирали его. Положение орфизма можно сравнить с положением методизма в Англии в конце 18-го, начале 19-го столетия. Мы более или менее знаем, что именно образованный грек воспринимал от своего отца, но мы знаем очень мало о том, что он в свои самые ранние годы усваивал от матери, которая в значительной степени была отгорожена от цивилизации, приносившей удовольствие одним лишь мужчинам. Кажется вероятным, что даже в лучшие времена образованные афиняне при всем своем рационализме, ясно выражавшемся в сознательных умственных процессах, сохраняли усвоенные с детства и от традиции более примитивный образ мышления и чувства, которому всегда было суждено доминировать в напряженные периоды времени. Поэтому любой упрощенный анализ греческого мировоззрения вряд ли будет правильным. Вплоть до недавнего времени влияние религии, особенно неолимпийской, на греческую мысль признавалось недостаточно. Революционная в этом отношении книга Джейн Гаррисон «Пролегомены к исследованию греческой религии» подчеркнула наличие как примитивных, так и вакхических элементов в религии простых греков. Работа Корнфорда «От религии к философии» стремилась обратить внимание изучающих греческую философию на то влияние, которое религия оказывала на философов. Но эта работа не может быть полностью принята, так как многие ее концепции, фактически ее антропология, не заслуживают доверия. С другой стороны, книги Корнфорда о различных диалогах Платона представляются мне в целом восхитительными. Насколько мне известно, наиболее убедительной концепцией является положение Джона Бернета в его работе «Ранняя греческая философия», особенно в главе второй «Наука и религия». Он говорит, что конфликт между наукой и религией возникает из религиозного возрождения, пронесшегося над Элладой в VI столетии до н.э., вместе с перенесением места действия из Ионии на Запад. «Религия континентальная Эллада», говорит он, «и религия Ионии» развивались в весьма различных направлениях. В частности, культ Диониса, пришедший из Фракии и лишь упоминаемый у Гомера, в зародыше содержал совершенно иной способ исследования отношения человека к миру. Было бы, конечно, ошибочно самим фракийцам приписывать какие-либо очень возвышенные взгляды, но не может быть сомнения, что греки видели в явлении экстаза подтверждение того, что душа представляет собой нечто большее, чем ничтожный двойник «я», и что только вне тела душа может проявить свою истинную природу. Все это выглядело так, как будто греческая религия была готова подняться до уровня, уже достигнутого религиями Востока. Трудно сказать, что могло бы воспрепятствовать развитию этой тенденции, если бы не возникла наука. Обычно считается, что греков спасло от религии восточного типа отсутствие у них жречества, но это лишь ошибочное принятие следствия за причину. Жречество не создает догматов, хотя оно и сохраняет их, коль скоро они уже созданы. Кроме того, в ранние периоды своего развития восточные народы не имели жречества в любом смысле этого слова. Грецию спасло не столько отсутствие жречества, сколько наличие научных школ. Новая религия, ибо в одном смысле она была новой тогда, как в другом старой, как человечество, достигла высшего пункта своего развития с основанием арфических общин. Насколько мы можем судить, первоначальные родины их была Аттика, но затем с невероятной быстротой они распространились в других районах, особенно в Южной Италии и Сицилии. Эти общины представляли собой прежде всего ассоциации, в которых отправлялся культ Диониса, но не отличались двумя новыми среди эллинов чертами. Они смотрели на откровения, как на источник религиозного авторитета и были созданы как специальные организации. Поэмы, содержащие их теологию, приписывались фракийскому Орфею. Он сам спускался в Гадес, а следовательно, являлся надежным проводником через опасности, которые окружают бестелесную душу в потустороннем мире. Далее Бернетт говорит о наличии поразительного сходства между орфическими верованиями и верованиями, преобладавшими в Индии приблизительно в то же время. Хотя, как утверждает Бернетт, не может быть и речи о существомании между ними какого-либо контакта. Затем он переходит к выяснению первоначального значения слова «оргия». Это слово употреблялось орфиками в смысле причастия. Цель причастия состояла в том, чтобы очистить душу верующего и помочь ей избежать круговорота рождения. В отличие от жрецов олимпийских культов, орфики основали то, что может быть нами названо церквами, то есть религиозные сообщества, в которые через посвящение мог быть принят всякий безразличие расы или пола. Благодаря влиянию этих сообществ возникла концепция философии как способа жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...